Я через сеть одноклассников нашла такое объявление, кредиты. Ну, значит, мы ведем с ней переписку. Она мне сказала, вам для этого, чтобы программу эту активировать, вам нужно 1300, нужно взнос заплатить. Я сказала, хорошо, я заплатила эти деньги. Она мне сказала, вам нужно, вот чтобы программа вообще запустилась в этот весь процесс, вам нужно заплатить 2300. Я, хорошо, я с карточки со своей отправляю ей деньги на карту. Потом я ей говорю, что, ну что, программа запустилась, она вот-вот, подождите, программа еще не в запуске, но вот она на следующий день будет, значит, уже будет как бы функционировать эта программа. Потом, значит, она мне сказала, что вот ваша программа все уже в процессе, вам нужно заплатить деньги. Я говорю, сколько нужно денег еще заплатить? Она мне сказала, тысячу. Потом она мне, значит, опять начала говорить, вам нужно еще заплатить. И вот тут уже пошло у нас. Я сказала, больше я платить ничего не буду. Она мне сказала, что, как это так? Я заплатила 14300. Я говорю, каких 14300 вы заплатили? Чтобы вот эта программа была в процессе. Я говорю, каких вы заплатили? Вы тогда сейчас будете, я говорю, хорошо, говорю, но я ни копейки платить не буду. С вами свяжется сотрудник. Взял какой-то парень молодой, номер, телефон взял и сказал, что чемушница звонишь сюда? Я вообще, я расплакалась, я расстроилась. Анастасия, я говорю, это что такое? Я говорю, это как ваш сотрудник так со мной разговаривает. Но тут он мне сказал, ты где сейчас находишься? Я говорю, я в Черемхово. Давай, выходи, сейчас будем с тобой по-другому разговаривать. Нет, значит, выращивай нам все эти деньги. Я говорю, какие деньги выращивать? За то, что жена моя заплатила 14300. Иначе мы сейчас подъедем и дом сожгем. Я плакала, думаю, господи, с кем я связалась? Что, как это вообще, это уму непостижимо? Я испугалась. Она говорит, нет, значит, плати 3250. Я заплатила 3250. Эти все квитанции сфотографировала. Она сказала, что до нее ничего не дошло, никакие эти квитанции. Я говорю, ну у меня-то не все сохранились. Я какие операции делала, у меня все эти ваши переписки, все осталось. Она говорит, ты меня не пугай. Если ты сейчас эти деньги мне не вернешь, значит, мы подъедем, будем по-другому с тобой разговаривать. Даже словами это не сказать. Я была в шоке просто вообще, что они мне угрожали. А я этого испугалась. Во-первых, я все в себе это держала, никому ничего не говорила. Я не знала, куда бежать, куда чему говорить. Так что не надо ни через какие одноклассники, ни через всякие соцсети никаких брать кредитов. Это все ложь и провокация.